Самара-арену будут строить самарцы. Губернатор заявил о смене подрядчика. Пролили кровь добровольно. Самарские студенты присоединились к донорскому движению. Лечат по-новому. Врачи больницы имени Середавина рассказали о новых методах детской хирургии. Большая вода отступает. Спасатели рассказали о паводковой ситуации в области. Самара расцветает. В парках, скверах и на улицах города высаживают сотни цветов. Ровно четыре года назад, в мае 2012-го, губернатором Самарской области стал Николай Меркушкин. В должности его утвердили депутаты Губернской думы. С этого момента открылась новая страница в истории региона. Благодаря политике Николая Меркушкина в области успешно реализуются социальные и управленческие реформы, а также масштабные инфраструктурные проекты. За это время открылось 45 новых производств. Объемы ввода жилья увеличились с полутора до двух с лишним миллионов квадратных метров в год. Построено шесть новых школ, 57 детсадов, 12 ледовых арен и 21 физкультурно-оздоровительный комплекс. Губернатор Николай Меркушкин предложил совершенно новый формат взаимодействия власти и общества. Открытый и непосредственный контакт с каждым человеком. И он оказался весьма эффективным. Стадион Самара-Арена ждет смена подрядчика. Об этом заявил губернатор. Проект стадиона с буквально космическим куполом признан лучшим среди арен, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом глава региона рассказала на встрече с активом профсоюзов, на который обсудили важнейшие на сегодня задачи для жителей Самарской области. Репортаж Марина Кравцовой. Уже видны очертания. На стадионе Самара-Арена продолжаются работы по сборке купола. На опору установлен еще один монтажный блок одной из консолей. Всего в этом году возведут 32 консоли весом 220 тонн каждая. В ближайшее время установят те части, которые будут закрывать трибуны от дождя и снега. Но делать это будет уже другая компания. Подрядчика на строительстве сменит. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин на форуме профсоюзов. Поменяется подрядчик на стадионе. Подрядчик будет самарский с тем, чтобы мы решили все, что хотели сделать на этом стадионе. Все абсолютно. Проект стадиона сегодня признан лучшим из всех строящихся в России. И он должен стать одним из лучших в Европе. И при этом затраты на строительство будут минимальными. На форуме в Самаре собрались около двух тысяч лидеров и активистов профсоюзных организаций региона. Одной из главных тем обсуждения стали предстоящие 18 сентября выборы депутатов в Государственную и Губернскую думы. Сплоченность и консолидация общества позволят уйти от внутренних конфликтов. Эти выборы, по моему мнению, должны вот со всеми этими лихими 90-х, пережитками или оставшимся сознанием 90-х в Самаре покончить, мы уйдем от того состояния, в котором мы очень долго находились. Результаты этих выборов могут во многом повлиять на дальнейшее развитие Самарской области, доказать, что она является опорным для страны регионом. Вы первый губернатор, который начал нас слушать. И не просто слушать, а слышать. И притворять эти предложения, которые мы говорим, и исполнять им. Те задачи, которые вы сегодня ставите на нашем форуме, мы будем с достоинством выполнять. Если мы будем верны тому принципу профсоюзному, если мы едины, мы непобедимы. И это действительно так. Людям труда губернатор вручил награды. Особое место среди которых занял памятный знак «Куйбышев запасная столица». Его вручили ветеранам, которые в годы войны трудились на предприятиях «Куйбышева». Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Новый спортивный дворец построили в Самаре. На 7 тысячах квадратных метров физкультуры смогут заниматься сотни людей. Фокон, на строительство которого потратили полмиллиарда рублей, откроет свои двери уже 1 сентября. Спортивный комплекс, который в сравнительно короткие сроки появился на пустыре, одной из первых оценила Марианна Мирная. На 7 тысячах квадратных метров расположился универсальный спортивный комплекс. Сейчас полным ходом идут работы по монтажу спортивного оборудования. Уже 1 сентября первые спортсмены смогут прийти на тренировки. В рамках государственного задания мы можем разместить на безвозмездной основе учреждение подвеночное министерство спорта. Это специализированная детская немножко спортивная школа Олимпийского резерва номер один. И сборная региона. Кроме профессиональных спортсменов, ФОК смогут посещать и обычные жители. Пользоваться тренажерными залами, посещать фитнес-аэробику, плавать в бассейне. Одним из самых востребованных станет, конечно, Ледовый дворец. Он соответствует всем современным требованиям и стандартам качества. На льду хватит места всем и хоккеистам, и фигуристам. Главное – это Ледовый дворец. Это самое, наверное, тяжелое, потому что это лед. Он не везде, и тем более у нас в Самарской области всего по пальцам можно 4 катка. То есть это самое, наверное, было трудное. В спортивном комплексе есть возможность заниматься десятками видов спорта. Это и баскетбол, волейбол, бадминтон, а также мини-футбол, аэробика и многое другое. Аквазона в физкультурно-оздоровительном комплексе очень грамотно разделена на две части. С этой стороны шесть дорожек для взрослых спортсменов, а с этой – маленький бассейн для спортсменов будущих. Вода в бассейне – 26 градусов, а температура воздуха – 29. Спортивный комплекс, в том числе и бассейн, оснащен оборудованием для маломобильных граждан. Подходы, подъезды – все предусмотрено. Тренироваться здесь могут и представители паралимпийской сборной. Но на этом планы Минспорта не прекращаются. Впереди – освоение прилегающей территории. Прилегающая территория большая – 6,5 гектаров. Мы планируем на этой территории после завершения строительства ФОКа начать строительство футбольного поля большого. То есть деньги согласованы губернатором. Проектная работа ведется. Будет полноценное поле с беговой дорожкой футбольной. На строительство ФОКа было выделено 523 миллиона рублей. Бюджетный проект позаимствовали у Нижнего Новгорода. Там таких комплексов 8. В Самарской области в скором времени откроются еще два таких же спортивных. А после запуска этого на Ново-Вокзальной в промышленном районе Самары появится своеобразный островок спорта. Через дорогу – дворец единоборств. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Пять лет на страже детского здоровья. Отделение хирургии педиатрического корпуса больницы Середавина отмечает юбилей. За это время увеличилось число высокотехнологичных операций. Удалось снизить процент детской смертности. С пациентами и врачами хирургического отделения пообщалась Валерия Макарова. Свой третий день рождения Каролина Некогосян с мамой будут встречать в больнице. Девочка из Кенеля сюда попала на прошлой неделе с пневмонией и осложнением на легких. У нас более тяжелая форма. У нас жидкость в легких. Нам делали несколько операций. Ведение в основном консервативное. Серия пневмальных пункций была выполнена. Сейчас состояние гораздо лучше. Скоро планируется курс физиотерапии. Через неделю, скорее всего, пойдет домой. Детские хирурги больницы имени Середавина за год консультируют 11 тысяч детей. А пациентами отделения становятся более 2,5 тысяч. Когда? Пойдем так. Завтра? Точно пойдем? Отделение детской хирургии появилось здесь в 2010 году. Его перевели сюда из больницы Пирогова. Благодаря этому стали доступны узкие специалисты. Теперь все они сосредоточены в одном месте. Хирургическое вмешательство ведется с помощью современных методов. С минимальными разрезами, а значит и небольшим сроком реабилитации. В структуре нашей больницы есть выездная реанимация. Мы ее называем санавиация. Поступает, соответственно, сигнал к нам в диспетчерскую. И наши специалисты, если это необходимо, реаниматолог, если необходим только один хирург, на травмы, на хирургические операции, на какие-то возможные осложнения и так далее, выезжают в районы. Отлаженная работа отделения, современное оборудование – все это помогает выздоровлению детей. Статистика говорит сама за себя. Случаи летального исхода по педиатрическому корпусу в больнице сократились в два раза. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Самарцы делятся кровью. Вузы города присоединяются к донорскому движению. Первыми к благородному делу приобщились студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева. Зачем молодежи это нужно, пыталась понять Лариса Шалафаст. Чтобы поделиться своей кровью, студенты выстроились в очередь. Медики еле успевают регистрировать новоиспеченных доноров. Прежде чем приступить к самой процедуре, заполняют анкету, проводят экспресс-обследование организма. Мария Решетова донором стала впервые. Это малое, чем она может помочь людям, признается студентка. Я давно ждала 18 лет, чтобы сдавать всю кровь регулярно. Я считаю, что это здорово. Здорово быть человечным. Всех, кто сдал кровь, угощают сладким чаем и печеньем. Раньше доноров приходилось искать, рассказывают врачи. Теперь они сами узнают, где и когда будет работать передвижная станция. После того, как соберут кровь, ее отправляют на исследование. Ее привезут, сделают все анализы на гепатиты, ВИЧ, сифилис, группу крови Резус. Потом ее расфракционируют. Плазма идет или в карантин, или на тот корпус. Они тоже карантинизируют на переработку. А красная кровь буквально сегодня мы привезем, завтра сделают анализы. Через два дня она поступит в экспедицию и в лечебную сеть пойдет. Сейчас станция переливания крови обеспечена запасами почти на 100%. Не хватает только 4-й отрицательной группы и 2-й группы крови. Принять участие в акции смогут все желающие студенты. Выездная бригада станции переливания крови посетит все вузы города до конца мая. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Большая вода отступает. В областном МЧС подвели итоги второго этапа паводка в регионе. Такого подтопления, уверены спасатели, не было почти 10 лет. Все дело в том, что паводок одновременно прошел на Волге, Каме и Вятке. Хотя обычно этот процесс идет поэтапно. На сегодняшний день уровень воды у Самары достигает отметки 32,58 метра. Еще несколько дней назад он был почти на 30 сантиметров выше. И все же в этом году удалось избежать массового подтопления домов. Хотя некоторые постройки все же оказались в воде. Но это, по словам спасателей, вина самих собственников. Здесь, конечно, мы с каждым случаем будем разбираться. Будут направлены соответствующие обращения прокуратуру. Потому что порядок строительства на территориях, которые затапливаются, могут быть затоплены как в паводок, так и при катастрофическом затоплении. Он очень жестко регламентирован. На затапливаемых территориях возведение жилых объектов нашими нормативными документами, действующими в Российской Федерации, запрещено. Предполагается, что в основное свое русло Волга встанет до 1 июня. Уровень воды составит около 29 метров. Ямам бой. Дорожный ремонт шагает по Самаре. Пока в основном речь идет о восстановлении магистралей малыми картами до 100 погонных метров. Но на некоторых улицах подрядчики уже приступили к капитальному ремонту. Небольшие дефекты заливают специальной эмульсией. Из чего сделана волшебная дорожная смесь и при чем тут щебень? Марина Кравцова выведала все секреты. По ямам эмульсии. Быстро и качественно неровности асфальтового полотна на улице Ленинской ликвидируют смесью битома и щебня. Вырубать ямы при этой технологии не нужно. Обязательно лишь продуть сжатым воздухом место разрушения. Вычистить всю пыль. Специальная установка разогревает битомную эмульсию, перемешивает с мелким щебнем и этим составом заполняют ямы. Малые габариты техники позволяют оперативно и быстро заделывать разрушения. Когда эмульсия испаряется, становится полноценная асфальтобетонная смесь. Они заполняют как раз все неровности и шероховатости. Из-за размера щебня фракции 5-10 он мелко заполняет. Эту технологию можно назвать летней. Применяют ее при температуре воздуха выше плюс 15 градусов. Когда влага испаряется из эмульсии, смесь твердеет. Помогают в процессе и автомобилисты. Машины, проезжая по отремонтированным участкам, будут утрамбовывать смесь щебня и битума. В итоге покрытие должно стать прочным и ровным. Вот этот лишний сухой щебень нужен как раз для того, чтобы колеса не цепляли тот, что уже смешан с битумом. Потом его сметут к краю дороги и уберут. Параллельно такой ремонт идет на улицах и в других районах. Справляются довольно быстро. Особенности работы данной установки таковы, что она в принципе не требует подготовительных работ на дефекте. Практически это аналог летового асфальта и бетона. Единственное, она используется только при положительных температурах. Это достаточно быстрый, эффективный способ ликвидации отдельных дефектов. Из запланированных 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна уже привели в порядок 2,5 тысячи. В этом году и ямочный, и карточный ремонт. Заметно, что дороги лучше стали. Завершить ремонт битумной эмульсии планируют в начале июня. Контролируют качество ремонта не только муниципальные службы и власти города, но и общественники. Выезжают на место проведения работы. Интересуются и технологией, и сроками. Нас устраивают, как работники работают, как проходят в целом работа. Также во всех районах Самары дороги ремонтируют картами. В 2016-м заменить планируют 600 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Миллион алых петуний. С каждым днем все больше цветов высаживают в парках, скверах и на улицах. Все для того, чтобы сделать Самару цветущей. Городскими цветами любовалась наш корреспондент. Картина буквально сказочная. Море цветов. В этом кузове тысячи петуний. И все они украсят клумбы рядом с площадью Кирова. Из питомника цветы приезжают вот в таких деревянных ящиках, а в них маленькие горшочки. Такой способ транспортировки наиболее комфортен для растений. После высадки они приживаются очень быстро. Цветы петуний очень нежные, будто крылья бабочек. При этом краса цветников из семейства посленовых, то есть родственница огородных королей картофеля и томата. Южные петунии прекрасно освоились на волжских широтах. И все лето обильно цветут по всей Самаре. На площади Кирова белые, красные, лиловые петунии нашли прекрасное соседство с тагетисами. На клумбы цветы переселяют в соответствии со специальными схемами по канонам ландшафтного дизайна. У нас есть специалисты, которые рисуют нам рисунки, выдают нам, и мы по ним уже размечаем и потом сажаем. У нас в теплицах очень много выращиваются, там они тысячами, а нам, соответственно, вот сколько нужно на рисунок по размеру, столько и уберем. Перед посадкой грядки подготавливают, скапывают и рыхлят, чтобы цветы лучше принялись. Дальнейший уход будет несложным и довольно бюджетным – рыхление и полив. 2660 петуний украсит этот сквер. Чтобы разместить красоту по клумбам, нужно несколько часов. Работать не скучно. Жители города подбадривают, столько цветов в Самаре еще не было. По площадям, даже во дворах люди уже цветы сажают как-то, ну, красиво делают. Город преображается, конечно, и чистота. Это великолепно, я считаю, украшение – это всегда хорошо. Мне очень это нравится. Я всегда любуюсь, я здесь часто бываю. В этом году по программе «Цветущий город» в Самаре цветами украсят почти 20 тысяч квадратных метров парков, скверов, бульваров и улиц. В связи с такими изменениями оно станет, я думаю, лучше намного. И чем больше таких будет мест, я думаю, будет лучше для всех. Расцветать город будет и в перспективе. За пять лет площадь цветников планируют увеличить в три раза до 40 тысяч квадратных метров. Такими темпами у Самары есть все шансы стать еще одной столицей – цветов по Волжье. А мест, где цветы будут кстати, достаточно подключиться к масштабному озеленению, приглашают жителей и предпринимателей. Программой предусмотрены также установка ландшафтных скульптур, устройств для мобильного и вертикального озеленения, высадка цветущих и декоративно-лиственных кустарников, проведение городского фестиваля цветов. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Поднятая целина. Самарские дворы тоже постепенно превращаются в уютные уголки. Теперь у жителей появилась возможность обогатить свои полисадники высококачественным грунтом. Заявки принимают в администрациях на местах. Только в одном Самарском районе 80 дворов получат качественный чернозем. Сергей Кизоркин узнал, насколько легко жителям заказать заветные кубометры садового счастья. Валентина Канухина первая во дворе на выгрузке нового чернозема. Помогает рабочая закалка. Валентина 17 лет руководила профсоюзом на заводе клапанов. Теперь отвечает за порядок в своем дворе. Наводников 44. Чего только стоит привести его в порядок после зимы. Мусор убрали, бордюры покрасили. На очереди декоративные заборы и клумбы. Чтобы их разбить, заказали в районной администрации грузовик земли. Поживем и видим, какая она, откуда она привезена. Если она плодородная, быстренько будет все расти. Экологически чистый чернозем высокого качества привозит со специального полигона. В 80 дворов Самарского района этой весной получат новую землю в свои полисадники. В семи из них уже ведутся аграрные работы. К завезенной земле предъявляются соответствующие требования, в том числе и по содержанию гумуса не менее 4%. Она потом еще сдается в лабораторию, тогда можно ее высыпать во дворах. Все серьезно, на самом деле. Зачем нам себе искать другие проблемы, если она заражена или загрязнена другими растениями. Потом жильцам это мы сделаем хуже. Мы такого лучше не допускать изначально. С нового года районные администрации сами себе хозяева по благоустройству территории. Пожелания жителей обязательно учитываются, а работать по конкретной заявке проще и эффективнее, считают руководители Самарского района. При этом грунт не просто завозят во дворы, а рабочие сразу разравнивают землю по всему газону. Всего в этом месяце закупили для посадки цветов и деревьев 350 кубометров высококачественного грунта. Должно хватить всем желающим. Не ошибается тот, что никто не делает, но мы в оперативном режиме, в рабочем порядке решаем все вопросы. Можно обратиться либо напрямую в администрацию, либо через ТОС и подать заявку. Можно обратиться непосредственно к своему депутату, они тоже принимают активное участие в формировании заявок. В Самарском районе ведутся работы и по вывозу крупногабаритного мусора, санитарной обрезки и ликвидации аварийных деревьев. Летом новой задачей поддерживать дворы и улицы в чистоте, продолжать уход за территориями озеленения и стричь газоны. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других темах дня. Радикальный настрой жительницы Самары обернется для нее тюремным сроком. 61-летняя женщина пыталась нанять киллера, чтобы убить трех приятельниц. Под видом киллера на женщину вышел полицейский. Она передала ему фотографии предполагаемых жертв и заплатила за даток. Жизнь каждой жертвы она оценила в 50 тысяч рублей. Сейчас женщина заключена под стражу. Ложная тревога. В Самаре сотрудники оперативных служб завершили работу на Ковзамольской площади. В подозрительном пакете взрывчатых веществ не нашли. Сумку, вызвавшую панику, обнаружили рано утром недалеко от здания железнодорожного вокзала. Взрывчатых и каких-либо опасных веществ специалисты в пакете не обнаружили. В Самаре 21 мая пройдет акция «Ночь музеев». В художественном музее самарцам представят выставку «Поп-арт». Коллекционные работы топовых художников этого направления от Энди Орхола до Бэнкси. Это простое демократичное искусство, отрисованное всем и понятное каждому. «Поп-арт» стирал границу между массовым и элитарным. Фотография с появлением соцсетей делает творцом любого желающего. «Я тоже так могу» – общий принцип выставки. Волжский народный хор имени Милославова выступил в Государственном Кремлевском дворце. Там прошел праздничный концерт «Будем жить». На сцене звучали стихи и песни военных лет. Волжский хор исполнил песню «Ах ты степь широкая» и принял участие в совместных номерах с Элиной Быстрицкой, с Урановскими бабушками, с Борисом Галкиным, Денисом Майдановым, Диной Гариповой. В Самарской области похолодает. 13 мая Самарская область окажется в зоне влияния волнового циклона. Небо затянут плотные облака, пройдут дожди, местами не исключены грозы. Температура воздуха резко понизится. Днем в пятницу синоптики обещают 12-17 градусов, в субботу – 14-19. Ветер от 10 до 15 метров в секунду. А теперь пришло время новостей спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Серебряная медаль на чемпионате Европы для него дороже золота. Вячеслав Ленский плаванием занимается с детства. В 18 лет у парня обнаружили болезнь, которая в результате привела к инвалидности. Но силы духа хватило, чтобы остаться в спорте. Большое чувство радости. То, что положено столько сил с тренерами, со мной эмоциональных, столько нервов, столько было там и неудачи, и удачи. И теперь это, считаю, заслуженная награда у меня и тренеров. Похожая судьба и у Сергея Сухарева. 11 лет назад он один из лучших пловцов Тольятти. Ехал с тренером на сборы и попал в страшную аварию. Медики чудом его спасли. Сомневались, что парень вообще сможет встать на ноги. Сейчас он с трудом разговаривает, но спортивный характер взял верх. И сегодня Сергей готовится к паралимпийским играм. В апреле в Раменском пловцы из Самарской области показали отличные результаты на чемпионате России среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Каждый из 17 медалей – результат колоссального труда спортсменов и тренеров. Я думаю, что пример людей с ограниченными возможностями здоровья является очень важным примером для здоровых людей. Вопрос преодоления себя – это вопрос очень серьезный. Вы видите, насколько они эмоционально заряжены, насколько они настроены. И я думаю, что очень важно, что многие спортсмены тренируются вместе со здоровыми детьми и с здоровыми спортсменами в одной группе. В регионе спортсменов с инвалидностью поддерживают в том числе материально. Тем, кто входит в сборную страны, платят губернаторскую стипендию. За победу на чемпионате России спортсмены получают в виде поощрения 40 тысяч рублей. Те, кто стали лучшими в мире – до 300 тысяч. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов. Субтитры сделал DimaTorzok